привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга эта игра черная книга которую мы медленно но верно я так понимаю что завершаем нам осталось открыть всего лишь одну единственную печать к чему все эти усилия почему так долго василиса мучается с чертями да потому что она хочет вернуть своего возлюбленного который погиб безвременно и чтоб вернуть его с того света на василиса и терпит все эти мытарства и так последняя печать отделяет василису от ее желания но у нас какие-то странные вещи творятся пропал дед егор и все указывает на то что дедушка не тот кем кажется что-то недоброе что-то недоброе у него за душой василиса вернулась домой в доме пусто в доме холодно мрачно туманно и что-то нам хотят сказать наши спутники ну во-первых карнаж смогу с тобой полететь найдем деда да я скоро обернусь тебя еще искать подожди не хватало не забывай что я не простая ворона ладно выселиться как знаешь ну что значит как знаешь карнаж леша между прочим прошка счета не знаю васька хорошая ли затея 1 идти так я быстрее дедушку найду и сразу вернемся как-то мне тревожно может вражба у меня наконец проснулась да ну не выдумывай дождь какой-то мрачный от него и настроение почему-то василиса решила идти одна я уж не знаю почему да как видите мы не берем никаких с собой спутников я бы так не была уверена у нас есть вещи и нам добавились новые вещи это купальская мазь с помощью особых обрядов и тщательной подготовки колдуны изготавливают мазь из купальских трав позволяющие летать по воздуху регенерацию она нам усиливает если с нами спутники не идут я уж даже не знаю может и ее взять а также нам добавилась вот это вот опояска из паутины она уменьшает атаки врага так и врагов наносит минус 3 кроме всего прочего я поставила себе усиливающую сглаз вещь поскольку если не будет у нас наших спутников то как-то надо сглазом пользоваться вот плохо 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 без спутников регенерация так вообще более того трав у нас нету ну вот есть царские очи которая восстанавливает мы все ну а бутылку колдовскую на шанс что трава не пропадет я оставлю потому как ну как сами видите такими травами и если сейчас не дай бог придется биться с дедом что и подумать это страшно то я даже не знаю как мы все это выдерживаем но тем не менее отправляемся в дорогу здесь у нас одинокая могила какая-то может забежать к нему на могилку это могилка парня наших василис пойдем попрощаемся скоро расколется гробова твоя дощечка сама тебя стой доленьки до с того света вытащу все уже печатушки до открыла одна то осталось да сколько уж сил я потратила не пожалела сколько люду то помогала мне один волком лютым бегал пока не спасла его а другого удалось от доли волчонка то вызволить где я только не была какие дороги не исходила чтобы добраться до твоей избы без дверей да без окон то вот и в деревне было какую из тумана то вывела да по всей то округе я обутки то свои исхаживала чтобы собрать обряд для цветка кочедыжника черденграде встречалась с лютой векшицы и икону очистила окаянную дат лихоманки болезни из корта вылечила для тебя цветок яркий цвет солнца вырвала не нужна мне вестка грамотка чтобы вести эти до тебя то донести сама доберусь подожди только ты не поиск не кручился ты в воде умоюсь да и не будет чародейства за мною лютого не знаю что мне делать то что про дедушку то и думать где он сейчас кормилец мой батюшка что поделывает не поможешь ты из под сырой земли матушки если он что не доброе задумал меня то не остановит не буду у порога околачиваться не зря я печати отворяла сила во мне сейчас великая мне ее хватит чтобы ты оказался со мной ухожу не знаю как там у нас силы то и великое тем более но посмотрим про дядю саву соседях у меня колдун жил дядя сава черед пришел ему на тот свет собираться ох и мучился он черти просто так пути не дают племяшева гриша наклонился на савы любил очень дядьку по голове погладил тот и сказал возьми себе и по плечу хлопнул гришенька верни ему матушка закричала гриша хлопнул саву по плечу прости дядька возьми обратно и снова саву закорежила это черти вернулись взял тогда гриша стакан тонкостенный с которого тот при жизни пил налил в него воду святую и в печь под трубу поставил вода в стакане так закипела кровью окрасилась сава затих отошел это так душа его в святой воде искупалась грехи смыла и в небеса ушла у как известно мы продолжаем так что у нас тут равница ох какое счастье купальского ночь травницы собирают колдовские травы не знала не гадала а вот так вот на могилку бы не заглянули и травницы бы не попали что у нас у травницы хорошие травы но да без всяких но выбираем грибы это хорошие грибки что мне еще надо адамова голова обязательно теперь это что такое сглаз у меня принципе есть количество ключей увеличиваем так вот негативный статус грядущий снять поглощение урона от атак тоже очень хорошо берем наверно на всю насколько нам хватит травки вернее денег увеличение урона нам тоже понадобится снижение урона с глаз всего одна до пушкины слезы мы все съели щиты это это все дешево вот урон увеличивает тоже хорошо это увеличивает урон а это защиту до пенска берем друзья все вот так то вот вот так то вот давай травница пойду я пусть дорогу поля если я на поле то взлечу все видно мне будет весь уезд чердынский так что намажемся мазью и полетели эпик эпик и дед стоит в чистом поле дед что-то там делаешь дедушка это ты почему ты не в избе нашей зачем сделал эту мазь ты мне ничего про нее не говори если нам она нужна для печати я и сама могла тебе помочь вместе бы василиса не знаю смогу ли я я должен должен дедушка что ты говоришь василиса осталась последняя печать пришло время вернуть мне черную книгу что ну как же как же мое желание поверь оно тебе не понадобится я не понимаю неужели все это время ты хотел забрать у меня книгу значит пряхота говорила правду ты ростил меня только чтобы писяков было кому передать и что с тобой будто ты сама этого не знала да или не я тебя с пеленок научал как быть колдуньей я всегда хотел для тебя лучшей доли а ты что буду обычной крестьянкой замуж выйду ты будто и сама не видела как эти бабы живут да у них каждый второй ребенок то приспанный я тебя колдуньей растил без меня ты бы вообще пропала дедушка я благодарна всегда буду но книга ты же сам мне хотел с парнем моим помочь я лучше знаю что тебе нужно ты меня всегда слушалась али как вот и сейчас давай мне книгу не могу дедушка оно и мне то важно я должна его спасти не беречь деду не хочу тебя вредить но книгу забрать нужно не на твоего никудышного парня желание надо тратить о друзья мои вот тебе и дедушка с дедом Егором мы будем биться блин компот и без помощников а что за вопрос мы даже не знаем чем он нападает входит первым а это опять битва колдунов если у него меньше слов заговоре стойкость к порче хитрость статусный эффект который прячет намерение владельца статуса и окаянная трава не действует подожди но если мы лешака то этого где он у нас не выпал у него два да у нас уже есть щука поэтому манералу и и и и и и и отрава не действует говорится точно мне надо поставить какой-то щита чем он на меня нападет чем тоже нападет наверняка да ладно друзья так думаю что поскольку мы не знаем что там дед делает давайте-ка пока или все-таки поставить щит где там мои щиты были и крыши трава вот так вот на всякий случай кстати шанс не знаю сработал не сработал бутылка то у нас поехали очевидно это будет урон на 6 явно что это такое ошибка защита оставлю оставшийся в конце хода наносит урон владельцу статуса значит нам лучше не ставится рон а вот ему надо снимать отрава не действует и где же этот лишак хоровей давай-ка над себя удвоим сглаз это же не атака да сглаз и целебает порчу но стойкость порчи подожди ну а щиты 30 елка с палками а щиты ему не уничтожен блин и делать все делать до разложения он ходит а почему он ходит а2 а щит горящие травы вот они добивать себя дед надо так самым крепким чем-нибудь складно и так снижает урон зараза меня прибьет и совсем понимаю подействует это или нет но здоровьем где мое большое здоровье 20 вот так вот мне нужны шипы на 5 себе поставил броню значит что сейчас надо чтобы он этот ход ходил первым на меня у него пропадет броня и тогда мы его пробьем именно так именно так теперь складно и вот это и горящие травы так василиса ставь на себя это была трава с таким большим количеством щиты и щиты она пропадает и увеличивает поехали а у него защищено все блин он же должен был потерять тушайся так а вот сейчас посмотрим действует ли мои травы на него действует 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 так у него два года да это что всем противникам крепкая как-то я просчиталась складное тогда так ах мы получаем урон от щитов да 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 блин верни мне книгу василиса и не могу дед не забывай кто ее добыл она моя уже нет ты отдал ее вместе с весами так что черт возьми мне твои эти самые щиты то пробить снимает негативный статус на снимет ли он ошибку эту дурацкую о отлично а черт возьми и тормоз их и то есть шипы пардон мне нужно вот это и вот это а шипы сработали шипы то сработали щитов нету да нельзя нельзя ставить щиты вот в чем дело а эфирный вот так вот вам так складной на 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 количество урона крепкая давай так хорошая вещь эфирная но она и так понимаю прошла до так опять у него две атаки глаз шипы у нас еще действуют да и снимает положительный статус интересно а ну-ка а мы пока себе здоровится как-нибудь восстановим где кукушкины слезы немножечко закончился мой эфирный я хочу вечить тебя отдавай книгу дедушка хватит что кого увечить не хочет так слушай интересно а я грибком смогу с тебя снять положительный статус нет не снялся а так сейчас знаете что мы отлично отлично я не хочу попортить тебя дедушка отдавай книгу и заговоры не понадобятся обалдеть хватит дедушка у меня от книги не хочу тебе навредить не сознавайся внученька я тебе сколько раз давал нагоняй и сейчас родительский долг что выполню я лучше знаю что тебе надо то открыть последнюю печать в черной книге думаешь это чё шутки уж лучше я ее открою мне лет того сколько и так прощения нет простишь меня думаешь твой жених сам себя убил это думала я делал я тебя о своем спасении не думал только так ты бы стала колдуньей о майн год битва продолжается в небесах но теперь то ну уже хитренькие наверно давай сначала ли шаг не нужен даже если сейчас мы пропустим вот слушай подожди а вот пока это самое неужели грибами ему ничего не снять раз сняли подожди у меня же два гриба было сняли но не тот силу на воркутсу что мы ему сняли только из к порчи моему сняли у меня хорошо он ставит на себя щиты и кучу всяких положительных статусов но порчи на него можно да а если у меня порчи то влачение урона и неприкасаемо у него видишь не снять но стойкость сглазу и корчик теоретически вот это все можно снять давай-ка уничтожим тебя щиты твои и просто бахнем тебя чем-нибудь сохранение защиты все равно вот так еще какими-нибудь травами тебя потерзать добавим себе здоровья и вот так вот я смотрю прошли черти прошли черти как ты мог дедушка почему я лучше знаю что так все эти перепалочки мы уже в курсе придется собрать опять эту и жертва у меня один сглаз я на сглаз вообще колоду составила а тут такая фигня и Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте у меня стояло поглощение урона. Вот как так он пробивает мою эту самую поглощение урона. Не, ну это не вариант, потому как у меня просто нету карт, которые бы... У меня бы сейчас белые карты на щиты, пока не пройдет вот это его сохранение на семь ходов. Продолжение следует... Будет сожрать стравы. И шипов нету. Вот опять я поставлю поглощение урона. И смотри, и вот опять я получила пять минус. У меня стояло и поглощение урона, и... От одной атаки противника. А, то есть если семь на три, то есть семь оно поглощает, а два раза остается. Так что ли? Ну и все, и началось все. У меня одни черные карты, все. Лишака нету. Надо ставить хотя бы что-то, чтобы выкинуть их просто-напросто. Так, так, да. Так, так, да. Так, 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 так. Так, 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 так. Это я зря сделала защиту, то у меня есть. Ой, чтоб такое съесть ненужное, да, мухомор что ли? Придется цепь тупо ждать, пока с него не спадут эти щиты. Эфирные и... Просто выкидываем, потому как... Так, это что такое увеличивает урон на шерсть? Ну, ничего делать. Так, поскольку эфирного поставили, давай что-нибудь просто есть какие-нибудь поганки. Мне срочно нужны горячие травы, потому что мы наносим ему урон по единичке, и это нереально. Вот слабость на него прокатил. О, еще три хода. Все такое слабость, подожди. Сглаз увеличивает, но сглаз-то не проходит на него. Так, ага, эфирный у меня еще будет, да? Может быть, сейчас дать ему походить? Слабость всем противникам и... Так, предположим. Ах, а эти-то уже не действуют у меня. Так, давай попробуем так сделать. Да, эфирный прошел. Так, давай попробуем так сделать. Так, давай попробуем так сделать. да все мои ромашечки исчезли сейчас дадим ему походить еще благодарна будешь когда я верну книгу в башню это мы ему на костыля ли очередное вранье а я только тебе верила это моему на костыля ли это моему на костыля ли хорошо но и все больше моему на костыля с не сможем травы горящие есть у нас или нет но что же ты за 6 это такое если только шипы на себя положить все снять положительный статус 5 10 и поглощение урона от одной атаки мы должны выдержать ой я думала что он будет 1 ходить ну шип это на мы на себя положили до а на него не действует мои шипы почему скажите пожалуйста слава богу пришла белая это самая фигня так уничтожаем щиты где она а добили деда добили деда так только не говори ух ты он уже с рогами подожди 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 пока суть додела могу ли я сейчас поменять книгу да я могу сейчас поменять книгу друзья сейчас я займусь сменой карт потому что потом будет не до этого и мы с вами увидимся через пару секунд так друзья ну вроде я похимичила дедушка только посмотри на себя проклятое колдовство берет свое хватит игр отдавай книгу вася я могу все исправить как как ты изменишь то что наделал если бы не твое колдовство все все было бы хорошо я бы жила по-простому как все в вильгарте мне никогда не нужны были твои бесы плохо ты себя знаешь если бы не я вильгардские отправили бы тебя на погост быстрее чем бы ты сказала первое слово но полно василиса полно знаю ты никогда меня не простишь тебе и не придется своим желанием я оберну время вспять не будет ничего не прокопия не тимошки и книги вот бы она не покидала сухаревой башни тогда не будет ничего не моих врагов не твоего горя не верю не верю не верю не чего тебе за книгу держаться правда что твой жених с писяками дело имеет проходит мытарство небось скоро святому духу отправиться и поэтому надо тебе книгу отдать да как же тебе верить придется поселиться истинный облик егора ой 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 дедушка то наш черт что теперь у тебя блин шипы ограничивает максимальный урон по существу до 30 с больше 30 ему наносить нельзя шипы о он собирается меня бить а если я тоже шипы применю как тебе дедушка так ладно подожди давай-ка посмотрим теперь ты не надо карту менять до складное порча летучая вода давай попробуем так единственное что мне бы здоровьешь к бы хоть и здоровьешь к у меня ничего и нету то нету то у меня ничего для здоровья шка то и для щитов тоже сделаем хотя бы так это что будет восстанавливает 30 в начале хода офигеть но шипы и я не могу ему ничего наносить а если я положу на себя эфирного а дальше пусть он восстановит себе здоровья я просто-напросто все положу складной каин нет его надо вначале накладывать если так это было сейчас странно попробуем по-моему сейчас откинем все да мы откинемся офигеть там за ним уже все полыхает так значит дело не пройдет значит я не знаю как с ним биться только просто защищаться и все и ждать пока пройдут его шипы или так вот например 15 ходов нам надо от него защищаться давай так попробуем чтобы постараться Это тупо пропускать. Ладно. Пропускаем. Так. Ой-ой-ой, да что ж такое-то? Мне не приходит ничего. У меня же были там карты по защите и так далее. Двоить порчу. Рыдово Костя. А у него только один, да? Значит так. Я не продержусь 12 ходов. Не продержусь. Порчу. Ну у меня статус порчи этот нормальный. Восстановим себе и... А он урон будет наносить. Ну в принципе он и так снижен. Это 4, да? Ой. Травки бесполезные вообще абсолютно. А ну да. 10 ходов. Ну и все. Закончились мои обереги. Какая-нибудь порча. Хотя бы просто порча на него. Увеличение порчи или еще что-то. Вот. Сглаз. Отлично. Нельзя это. Отлично. Это. Продолжение следует... Продолжение следует... Это сейчас было... А, это все-таки сработали его эти шипы дурацкие? Черт, как же мне... Давай-ка я себе тоже шипы поставлю... Ну, это плохая идея вообще-то... Вообще-то это плохая идея... Продолжение следует... Продолжение следует... Где карты, которые нужны? А их нет... Да, похоже придется переигрывать и это тоже... Продолжение следует... 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 Да, но следующим ходом он нас убивает... И никакой защиты у нас нету при этом... Так, урон заговора 6, да? Одиннадцать... Одиннадцать... 64... 64... 95... Не знаю, насколько мы нанесем... Нанесем... Так, подожди... Сейчас можно было на него не обязательно... А-а-а... Ох, ёлка с палками, как у нас всё плохо-то... Шесть щитов... Шесть щитов... Щеты щитов... Щиты... 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 Так-так-так-так-так-так... Удваиваем порчу. 14. А счетов 4 должны выдержать. 15. О, хохонюшки, хохо. 15. 16. 16. 16. 16. 18. 19. 20. 20. 20. 21. 21. 24. 23. Блин, здоровье это единица. Да как же так-то? Осталось мало времени, Василиса. Адовы врата открываются. Обратно ее ты уже не получишь. Отступись, дедушка. Чтобы ты лишила нас единственной возможности? Никогда! Вот уж я уж не знаю, смогу ли я с единиц это здоровье. Господи, мне ее восстановить. Так, нет, подожди, не это. Щиты, 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 затрава используемая. Чего-нибудь, чего-нибудь, только не яд. Так, вот так вот. Шипы, шипы на мне уже есть. 6, 20. Порча. 21, ровно 30. У него, да? 22. Попробуем. Получено достижение мертвец. Взять слов до текущего максимума не тратит. А что это такое за человеческая рука? Хм. Давай возьмем. Так и есть. Дедушка. Права ты была. Силы в тебе многовато для беззубого колдуна. Я не жалею о твоем парне. Кому до него дело? А я для своей внучки сделал то, что должен был. Посмотри на себя. Я такой сильной колдуньи еще не видела Пермская губерния. А то и вся земля русская. Я не хочу убивать тебя, дедушка. Полно. Делай, что должно. Я не слабачку растел. Иначе бы и не открыла ты печати. Будь у тебя это хоть трижды на роду написано. Я готов повстречаться с пеклом. Всегда был готов. Куда, куда, куда? Василиса, неужели ты действительно в пекло дедушку тащишь? Ну, чего ждешь? Давай скорее, Васька! Пришло время открыть седьмую печать. Чего? А, Александр же пришел. Да, я же ему... Сбросить Александра? Сбросить? Переходи, Александр, на Михайловскую Ростань. Я тебя в пекло сброшу. Сброситься самой. Сбросить деда Егора. Сбросить книгу. А тут нельзя сохраниться? Сейчас. Попробуем. Ну, сохранка-то вроде как прошла, но я более чем уверена, что просто это начнется, если ее переигрывать, то надо эту главу с самого начала начинать и проходить все эти битвы. Вон там глазки какие-то сияют. Знаете, друзья, как бы это ни парадоксально звучало, я, наверное, сброшу книгу. Это все из-за проклятой книги. Нет, постой! Пусть она сама сгорит в своем адовом пламени. Печаль, беда. Все напрасно. И сами мы туда рухнули. Получено достижение. То достойное. Последняя печать, друзья. То есть ее даже без книги можно открыть. Ой. Чертя. Я снова в пекле. Но как быть с желанием? Что это? И ты что за бес такой? Добро пожаловать, моя госпожа. Что творится-то? Руку для креста поднять не могу. Вас посвятили уже много дней назад, Василиса. А теперь вы здесь, у врат в бездну. Значит, и раскрещивание завершено. Теперь вам придется обходиться без крестного знамения. Впрочем, в людской молитве силы мало. Но не отчаивайтесь, у вас есть черная книга. Ты ее не получишь! Нельзя, чтобы страх повелевал уму, иначе мы отходим от свершения. Знаю, все жаждут ее могущества. Мне же она не нужна. Моя власть в связях. Я лишь хочу помочь вам, моя госпожа. Позвольте же мне быть вашим проводником. О, друзья! Итак, мы с вами попали в ад. У нас есть запись в быличке. Мы ее с вами почитаем. Я хочу посмотреть на свое здоровье. Все очень печально. Вещи. Травка. Восстанавливать негде. У нас пять. Мать вашу здоровье. Я прошу прощения за мой французский. Но я не знаю, как дальше быть. Потому что я так понимаю, что финальная битва нам еще наверняка предстоит. Как это все будет, мы с вами увидим уже в следующей серии. Ну, а всем, кто посмотрел это, я скажу огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего. И пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok